Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. Министерство финансов вынесло на общественное обсуждение проект указа, касающийся вопросов страховой деятельности. Предложение можно предоставить не позднее 1 августа. В Беларуси сократили страховой стаж для некоторых категорий населения. Изменения предусмотрены президентским указом, который вступит в силу с 1 августа. С этой же даты изменятся правила начисления детских пособий. 8 августа пройдет аукцион по продаже неиспользуемого госимущества, расположенного в Гомеле, Мозырском и Жлобинском районах. А теперь об этом и не только. Подробнее. Министерство финансов вынесло на общественное обсуждение проект указа, касающийся вопросов страховой деятельности. Документ разработан для совершенствования госрегулирования и дальнейшего развития страховой деятельности, а также принятия дополнительных мер по защите имущественных интересов граждан и организаций. С текстом можно ознакомиться на сайте Минфина. Предложение можно предоставить не позднее 1 августа в электронном виде по адресу, который вы видите на экране. Продолжаем выпуск. В Беларуси сократили страховой стаж для некоторых категорий населения. Изменения, предусмотренные президентским указом, который вступит в силу с 1 августа. Снизили период страховых выплат для граждан, которые ухаживали за инвалидом первой группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Они будут иметь право на трудовую пенсию по возрасту при наличии не менее 10 лет страхового стажа. Общий стаж работы при этом должен составлять не менее 40 лет у мужчин и 35 у женщин. Продолжительность стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов также снижается для граждан, которые не менее 10 лет проходили военную службу, но не имеют права на пенсию по законодательству о пенсионном обеспечении военнослужащих. Право на трудовую пенсию по возрасту они получат при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Напомню, до 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. Потом его увеличили до 10 лет, через год до 15. В 2015 году он уже составлял 15,5 лет. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода. Теперь он составляет 16 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев до 20 лет. В 2017 году пенсии назначаются при наличии страхового стажа не менее 16 лет. Ежегодно эта планка повышается до достижения 2025 года 20 лет. Указ 233, который вступает в силу с 1 августа 2017 года, он нацелен на повышение уровня пенсионного обеспечения тех граждан, которые занимались длительный период социально значимыми видами деятельности и по этой причине не смогли сформировать требуемый для назначения пенсии страховой стаж, поскольку им назначается социальная пенсия в настоящее время. Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, не могут претендовать на трудовую пенсию и могут назначить только социальную. В общий стаж работы включаются периоды деятельности, которые оговорены в статье 51 закона пенсионного обеспечения. Перечень этот является исчерпывающей. Наряду с работой предпринимательской, творческой и иной деятельности, из которой производится уплата страховых взносов в установленном порядке, засчитываются также иные периоды деятельности, из которых страховые взносы не уплачиваются. Это такие, как военная альтернативная служба, служба в организированных организациях, период ухода за ребенком до 3 лет и отпуск по уходам за ребенком до 3 лет, но не более 9 лет в общей сложности, период получения пособия по безработице не более 6 лет в общей сложности, время ухода за инвалидом первой группы, ребенком инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста, который по заключению органов здравоохранения нуждается в постоянном уходе, время обучения в дневной форме, получение профессионально-технического, средне-специально-высшего образования, послевузовского образования и дополнительного образования. Также включается время нахождения на инвалидности инвалидов первой и второй группы, связанной с исполнением обязанностей военной службы, либо службы в организированных организациях. Кроме того, засчитывается период временной нетрудоспособности, в течение которого граждане подлежали государственному социальному страхованию. Еще раз хочу обратить внимание, что никакие иные периоды деятельности, кроме тех, которые оговорены в статье 51 закона, в общий стаж работы не включаются и для цели пенсионного обеспечения не принимаются. Кроме того, изменяются правила начисления детских пособий. Те, которые выплачиваются на ребенка до трех лет, начнут пересчитывать дважды в год – с 1 февраля и с 1 августа. Закон изменяет подход перерасчета размера пособий по уходу за детьми в возрасте до трех лет. В Гуминской области такими пособиями охвачено порядка 49 тысяч детей. До настоящего времени в законодательстве содержалась такая норма, согласно которой перерасчет пособий за детьми в возрасте до трех лет производился четыре раза в году. С 1 февраля, исходя из средней заработной платы работников, за четвертый квартал предшествующего года. С мая месяца, исходя из заработной платы, за первый квартал. С августа за второй квартал и, соответственно, уже с ноября месяца за третий квартал. Но уже четвертый год подряд перерасчет пособий по уходу за детьми в возрасте до трех лет не производился в связи с тем, что средняя заработная плата за первый квартал была ниже средней заработной платы предыдущей величины за четвертый квартал. С ноября размер пособий увеличился тоже незначительно. В связи с этим были такие предложения делать перерасчет пособий один раз в году, исходя из февраля месяца, исходя из самой высокой средней заработной платы за год, это за четвертый квартал. После обсуждений было принято наиболее оптимальное решение такие перерасчеты производить два раза в году, с 1 августа и с 1 февраля. С августа 2017 года будут также пересмотрены размеры пособий по уходу за детьми в возрасте до трех лет. При этом сохранена норма, согласно которой в случае уменьшения средней заработной платы работников за квартал по сравнению с предыдущей величиной, применяется та предыдущая величина и размеры пособия, соответственно, снижаться не будут, а будут начисляться в прежних размерах. Напомню, с 1 августа вырастут пособия на детей до трех лет. Прибавка составит от 17,5 до 22,5 рублей в зависимости от вида пособия. Пособия на первого ребенка составит почти 280 рублей. Это 35% от средней зарплаты. На второго и последующих детей почти 320. Это 40% от средней зарплаты. И на ребенка-инвалида до трех лет около 360 рублей в месяц. Это 45% от средней зарплаты. К другим новостям. Средняя зарплата в Гомельской области в июне увеличилась до 730 рублей. Это почти на 18,5 рублей больше, чем в мае. Средняя зарплата рабочих и служащих составила примерно 730 рублей. Для сравнения, в мае их средний заработок был чуть более 710 рублей. В Гомеле в июне в среднем зарабатывали около 790 рублей. Больше всего в области получали жители Реческого района. Почти 850 рублей. А меньше всего Кармянского. Почти 525 рублей. Самые высокие зарплаты в горнодобывающей промышленности. Почти 1800 рублей. А также у специалистов, занятых в сфере информации и связи. Более 1600 рублей. И последняя новость выпуска. 8 августа пройдет аукцион по продаже неиспользуемого госимущества, расположенного в Гомеле, Мозырском и Жлобинском районах. Один из самых интересных лотов здания историко-культурной ценности, расположенное в Гомеле по улице Пролетарская, 19. Начальная цена недвижимости площадью почти 145 квадратных метров составляет всего одну базовую величину. Это 23 рубля. Покупателю, который намеревается приобрести этот объект, необходимо внести задаток в размере базовой величины и прийти на аукцион. За такую же цену можно приобрести склады и административное здание в Мозырском районе в Михалковском сельском совете, а также здание молодежного центра в Жлобинском районе в деревне Ректа. Причем покупатель может использовать его под жилье или для ведения личного подсобного хозяйства. Однако необходимо обратить внимание на выполнение обязательных условий при покупке объектов за базовую величину. Это вводы объекта в эксплуатацию в течение определенного периода с момента государственной регистрации договора купли-продажи, осуществление покупателям предпринимательской деятельности с использованием приобретенного имущества, запрет на отчуждение приобретенного объекта до выполнения покупателям условий договора купли-продажи. Все условия продажи указаны в извещении, с которым можно ознакомиться на сайте фонда Гомель обл. имущества в разделе «Недвижимое имущество». Список объектов, предлагаемых за одну базовую величину, перечисленными объектами не ограничивается. Подробную информацию можно узнать по номерам телефонов в Гомеле 70 38 49 или 70 36 43. На этом у меня все. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова